На грани банкротства сотрудники хлебокомбината в пяти со слов не смягчают. С нового года больше трехсот рабочих едва ли не в панике. Со слов одного из них, мастера цехов уже советуют искать новое место. Против возможного закрытия и горожане, многие из них годами покупают именно рубцовский хлеб. В таких магазинах я не люблю тот хлеб. Здесь хлеб всегда лучше всех. По вкусу, по качеству, а там не знаю, пока еще не привыкла. Хлеб, булочки, торты – завод главный поставщик таких изделий для района и для города. Для рубцовских, к слову, это градообразующее предприятие. Но со слов сотрудников, зарплаты их упали, выдают с задержками. Сырья не хватает. Бригада теперь производит не 20 тонн продукции, а всего 6. Но исполняющий обязанности директора завода Владимир Першин назвал непростую ситуацию зимними колебаниями на производстве. По его словам, комбинат не должен рабочим ни рубля. Долги завода комментируют просто. У кого их сейчас нет? Ранее в СМИ речь шла о 20 миллионах долга. Сырье, подчеркнул мужчина, есть, но корень проблемы – в сбыте продукции. Почему на площадках, центрах, магазинах нету нашей продукции? Это в комбинат. Это вина торговых точек, а не наших. А у нас продукты мы можем выпустить 20 тонн. Это предприятие работает не в полную мощность, но это связано не только с самим предприятием, но и с тем спросом, который существует сегодня на рынке. Есть вопросы к маркетинговому поведению предприятия на рынке, потому что, да, с одной стороны, у них высокого качества производства хлеба, хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, но, к сожалению, многие потребители, потенциальные потребители об этом не знают. Таково заключение специальной комиссии, которая создана для оценки работы комбината. Помогут ли власти выстроить заводу политику продвижения и диалог с торговыми сетями, пока неизвестно. Но представители комиссии заявили, сокращения людей не будет. Для ввода экстренных мер на заводе поводов нет. Анастасия Дороган, Марина Полежаева, Геннадий Лапзин. Наши новости.